В том что, почему Путин направляет авиацию тушить пожары в Турции, а у самого сгорели Якутия и Карелия? Ну это же очевидно, друзья. Понятно, что россияне отдыхают не в Якутии и не на Карелии, а отдыхают в Турции. Поэтому Путин, как бы заботясь о своих гражданах, в первую очередь о россиянах, он пытается обеспечить нормальный отдых для своих граждан. Поэтому в первую очередь он тушит ту страну, в которой его граждане отдыхают. По-моему, все логично. А кто едет в Якутию или в Карелии? В Карелии еще нет-нет, люди правда ездят, в отличие от Якутии. Там совсем как бы бедственное положение, туда никто не едет. Поэтому сгорит Якутия и сгорит. Путина почему она должна беспокоить? Ни сам Путин, ни россияне в целом в Якутию не ездят. По-твоему, Путина так заботит комфорт россиянцев, где они будут отдыхать? Ну, конечно, он же президент России. Он вообще ночами не спит, думает о комфорте своих граждан. Поэтому, конечно. Саламу алейкум. Я слышал, что задержаны два гражданина России по подозрению поджоги леса в Турции. Я много информации оттуда видел по поводу этих пожаров, что там какая-то курдская организация, дочка рабочей партии Курдистана. Короче, что они там взяли на себя ответственность. Потом говорили про каких-то российских туристов. В общем, я не знаю сейчас, какой из этих информаций можно доверять. Я думаю, нужно, наверное, подождать немного. Чуть позже мы узнаем, если реально кто-то задержан по этой теме. Брат Томсо слышал, что Эрдоган пригласил тебя в Турцию. Алейкум асалям. Если бы, если бы, но нет, к сожалению, не пригласил. Я думаю, Эрдоган, к сожалению, даже не знает, наверное, о моем существовании. У него своих забот полно. Если не чеченцы станут покупать, заселяться на земле Чечни, как народ отнесется? Да, без проблем. Только если желающие заселяться в Чечне. Что-то я сомневаюсь. То есть, пока Чечня не станет привлекательна для инвестиций, для туризма, никто там заселяться, покупать, ну и кроме единиц, конечно, не будет. Какого-то массового заселения быть не может. А если предположить, что будет заселение не чеченцами, как отнесется народ? Хайдар Газимов, что ты подразумеваешь под заселением не чеченцами? Наверное, нужно раскрыть эту тему. Когда в нашем государстве, в соответствии с нашей миграционной политикой, к нам будут приезжать иностранцы, и мы будем оформлять им вид на жительство, они будут иметь право на покупку недвижимости. То есть, как и в любых цивилизованных странах, если это будет происходить, то к этому народ будет относиться абсолютно нормально. Но если ты говоришь о каком-то насильственном заселении, когда кто-то в Кремле будет решать, что к нам нужно столько-то по квоте кого-то заселить, конечно, к этому народ будет относиться негативно. Что ты подразумеваешь под этим вопросом? Просто вот я не могу понять этого. Салам алейкум, брат. Возможно ли объединение Дагестана, Чечни, Ингушетии в единую страну? Алейкум асалам. В теории такое, конечно, возможно, как и объединение общего всего мира. В теории все это возможно. Но в реале нет. В реальной жизни сегодня с имеющимися у нас противоречиями. Какое объединение? Даже какой-то союз бы нам объединиться, было бы уже большое достижение. Возможно ли присоединение Кавказа к Турции и Вальдегана эта мечта? Ну, опять-таки, мы говорим о реальности или гипотетической возможности. То есть о теории или о реальности. В теории, опять-таки, повторяю, весь мир может объединиться. В теории. Возможно же? Возможно. В реале нет. Томсо, привет. Мы, многодетная семья переселенцев, обращались к фонду Кадырова и Кадырову за помощью в жилищном вопросе. Может, вас он услышит? Писали во все инстанции. Ничего. Эмин Наврузов. Боюсь, что если меня он услышит, то вам точно не видать никакого решения жилищного вопроса. Так что лучше без меня добивайтесь этого решения. Вы в прошлом эфире сказали, Кадыров не лезет в другие регионы. А как же Ингушетия в 2018-м, когда он через Путина заставил главу Ингушетии отдать ему территорию Ингушетии и Чечне? А ведь другие губ губ губернаторы так не делали. Но в том-то и дело, что он не заставил никакую территорию Ингушетии отдать Чечне. Он как раз-таки территорию Чечни просто оформил как свою. Вот и все, что он сделал. Исконно как бы чеченскую территорию, которая принадлежала Чеченской республике Ичкерия, он решил сделать ее теперь формально частью российского субъекта Чеченской республики. Вот и все, что он сделал. Там нет никакого посягательства на территории соседних сопредельных республик. По-моему, эта тема уже давно как бы разобрана и никак не документально, никак иначе подтвердить факт притязаний Кадырова на территорию соседних республик не доказано. Никто не смог это обосновать, никто не смог показать, доказать, что были какие-то попытки там что-то присвоить Кадыру. Так что что-что при всем моем, при всей моей критике в адрес этого человека, при всей моей ненависти к нему. Но вот то, к чему он не причастен, это, я думаю, неправильно приписывать ему это. У него своих как бы тем полно, за что его можно и нужно критиковать. Давайте будем говорить, наверное, об этом. Тумсов, ученые-этнографы дают народам Кавказа не больше 300 лет, чтобы ассимилироваться в связи с ухудшением знания языка и традиций. С годами уроки родного языка все реже в школах. Согласен с этим? И да, и нет, наверное, и да, и нет. Я думаю, что это возможно в теории. Но в то же время и противодействие этому тоже возможно и успешно как бы осуществляется. Мы знаем примеры такой ассимиляции даже на Кавказе. Некоторые народы из числа кавказцев, к сожалению, более русифицировались. То есть отошли от каких-то своих обычаев, традиций и даже родного языка. Но мы в то же время видим другие народы Кавказа, которые крепко держатся за эти основы. И не получается их ассимилировать, в том числе и чеченцев. Поэтому я думаю, что они будут стараться это сделать. И это как бы логично с точки зрения империализма. Любая империя пытается уничтожить самобытность, самозазнание маленьких народов. Они будут пытаться это сделать. И это их задача. А мы, понимая, что это их задача, и они пытаются это сделать, мы должны этому противостоять. Не позволять нас ассимилировать. Примеров полно. У нас есть большая община в Иордании, которая не ассимилировалась, сохранила язык, обычаи и традиции. Есть другая община в Турции, которая, к сожалению, ассимилировалась и забыла обычаи, традиции и так далее. То есть это говорит о том, что здесь 50 на 50. Возможно, у них получится, если мы дадим какую-то слабинку в этом вопросе, если мы как-то упустим это. А если же нет, если мы будем противодействовать и делать это успешно, то нет, у них это не получится. Пока у нас получалось это делать, получится ли у нас в дальнейшем, я надеюсь. И мы будем прикладывать усилия, чтобы с нами этой русификации не произошло. Саламу алейкум, здоровья тебе, брат Тумсо. Хотя в прошлый раз я просил быть осторожным на море костям, но тем не менее, один ингуш с ребенком утонул на днях. Алейкум ассалям, это, конечно, прискорбное сообщение, да помилует их Всевышний Аллах. Там что, чеченский ниндзя тоже пропал, но, к сожалению, да. Что-то мы его расхвалили, и он удалил свой канал. Или ролики удалил, то ли скрыл, не знаю. Нет его что-то в Ютубе, не радует он нас новым контентом. Но ничего, будем надеяться, что вернется парень.